Здравствуйте, дорогие друзья! Надеюсь, Пейсах еще внутри. Мы сейчас начали дорогу, дорогу от Пейса к Шавуоту. Обратите внимание, когда Маше подошел к кусту горящему, Бог ему сказал великие слова, которые потом повторил Маше, отпусти народ мой, чтобы он служил мне. То есть там, где надо отпустить народ, надо отпустить его, чтобы он служил, потому что просто отпустить не получится. Обратите внимание, праздник из Микшавот, когда мы отмечаем получение Торы на Синай, единственный праздник, не имеющий фиксированной календарной даты. Ибо в Торе он привязан к чему? С определенным днем он связан. Некого месяца сказано, Тора даровано на 50-й день после Пейсаха. Тем самым подчеркнуто, что Шавот это расширение, продолжение Пейсаха. Ибо цель исхода реализовалась, когда мы стояли уже на Синае. Таким образом, мы с вами понимаем прекрасную вещь, что люди вышли для того, чтобы... Это как мы выходим в мир для того, чтобы в конце нашей жизни подвести какой-то итог, для которого мы пришли. То есть не бывает просто прихода. Обратите внимание, как сейчас все произошло. Фараон располагал целая армия надсмотрящих, которые заставляли работать кнутом, колодками и так далее. Сейчас прогресс. Сейчас мир так переустроился, что людей уже особо и не заставляют. Люди пашут с утра до вечера на работе, не ограничиваясь рамками пятидневной недели, и не ограничиваясь своим временем. Они работают, 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 потому что ну как же, надо идти вперед. Работа не порождает даже, можно сказать, иногда конечного продукта. Вот пахать с утра до вечера и так далее. То есть мы запокабалили себя сами. Написано, что если ты не имеешь одного часа в день для своей души, ты раб. Я сейчас расскажу некоторые интересные вещи о нашей неделе, о празднике Пейсах, которые, может быть, никто не знает. Итак, смотрите, как интересно зашифровано все в еврейском календаре. День недели, на который выпадает первый день Пейсаха, всегда совпадает с днем недели, на который выпадет в этом году 9 августа. Запомнили? Отлично. Второе. День недели, на который выпадет второй день Пейсаха, всегда совпадает с днем недели, на который выпадет в этом году Шавот. Третий день недели, на который выпадет Пейсах, всегда совпадает с днем недели, на котором выпадет в следующем году Рашашуна. А также первый день праздника Суккот и Шмини Ацера. Четвертый день, на который выпадает праздник Пейсиха, совпадает с днём недели, на который будет в следующем году Симхат Тарам. Что еще? Пятый день недели, на который выпадает пятый день Пейсиха, совпадает с днём недели, на который выпадает Посгидали и Йом-Кипур. День недели, на который выпадает шестой день Пейсиха, совпадает с днём недели, на который Пурим выпадет обязательно и Лак-Баомер. И, наконец, седьмой день, на который выпадет седьмой день Пейсака, совпадает с днем недели, на который выпадет через шесть дней Ашана Раба, особенным элементом, которым является Ива, как мы знаем, это слово такое. То есть, вы понимаете, мы не видим этого, но все это спрессовано, все это замкнуто. Обратите внимание, я буквально пытаюсь успеть немножко. Раби Нафталир из Ропшица говорил, что для Пейсака, это проведение Пейсака, первый и последний день, особенно, это хорошая сгула для заработка, потому что в Пейсах судят мир на урожай. Написано, что в Пейсах любой грех расценивается намного тяжелее, чем в другие дни, поэтому надо эти семь дней как-то правильно понимать. Нельзя говорить, что Пейсах очень тяжелый, говорили мудрецы, вот мне тяжело там и так далее, потому что это отражается на том, что Пейсах даст нам. Ну и чтобы сегодня не перегружать, я короткую расскажу Майсу про Пейсах. Перед раввином Лау, главным раввином в прошлом Израиле, предстал 40-летний мужчина, который должен был подтвердить свое юристо, но у него не было документов, но он привел двух кошерных свидетелей. Один из них сказал, что присутствовал при его обрезании 40 лет назад, а второй, пожилой Хасид Хабада, рассказал, что я был знаком с матерью этого человека, она работала врачом в одном из центров Москвы, и она была, как бы казалось, простой гражданин, она была заядлой курильщицей. И вот она выкурила по две пачки сигарет в день. На каждую ночь она вынимала одну сигарету из пачки и клала их в коробку под кроватью. И после Пурима она доставала 365 сигарет из коробки, которые собирала в течение года, приносила ко мне домой. Я продавал сигареты на черном рынке, покупал на вырученные деньги муку и выпекал для нее мацу для Седра. И она и ее семья успешно соблюдали эту заповедь и обучали детей. Равлау не смог сдержать слез и захотел поговорить с матерью. Выяснилось, что она осталась в России, и тогда, преодолев все технические трудности, он связался с ней по телефону и сказал, Мы празднуем Седр одну ночь в году, а вы отмечали ее 365. Вы великая женщина. Браховая слава.